Всем доброго вечера. Это я. У меня вот сегодня такой вот тихий вечер, спокойный. У меня мужа сегодня дома нет, он остался на работе. Вот. В общем, у меня сегодня я целый день была занята. Жарила пирожки, ну там ухаживала за скотиной. Сейчас у нас время. У меня там наверху часы. Сейчас у нас время ровно 11 часов. Вот. Я решила потихонечку посидеть с вами по болтам, рассказать немножечко. Вы знаете, у меня вот эти цветы. Дали новый листочек. Я так рада. Он вот так долго не принимался. Смотрите. Он так долго не принимался и вот пошел. Хорошо. Вот новенький листочек у моего фикуса. Я все время забываю, как они называются. Вот. Я так люблю фикусы. Ну вот мне нравятся вот такие листики, чтобы были вот разные такие вот белые, с рисунком. Собака разлаивалась. Наверное, там кто-то уходит на улице. Смотрите, какой красивый листочек. Вот. Мне вообще нравятся такие вот необычные растения, чтобы они были вот красивые. И вот всегда на них смотришь, любуешься. Смотрите, какие красивые листочки. И прям вот у меня такая радость. Смотрите. Новый листочек пошел. Мне так нравится. Смотрите, какая прелесть. Такие листики красивые. Прям вот как не посмотришь на них, прям вот как-то радуешься. Я сегодня пекла пирожки. Пирожки я испекла. Это вот у меня какие получились пирожки. Я уже не пойду туда в комнату. Я сначала снимаю их в комнате. Вот у меня. Это с легким. Я отварила легкое и сердце. Вот. Через мясорубку перемолола. Ну, пережарила лучок. Вот они у меня не такие вот получились пышненькие. Вот я отломила. Вот. Вот такие на вид они красивые. Сейчас я надломлю. Тут я... Вот. Видите, какой пирожочек. Ну, или то, что вот все-таки яйцо, оно же сухое. А это все-таки начинка такая макроватая. Поэтому может быть... А может быть и тесто. Каждый раз тесто разное получается. Вот такие пирожочки я сегодня испекла. Вчера я делала плов, но у меня получилось что-то подобие плова. Не плов, а какая-то каша получилась. В общем, ну, не знаю, посмотрим. Может быть, я поставлю, засуну там в виде, может, в конце как-то. Вот. И я сейчас ходила в душ. Вот помылась. Чистенькая такая голова. Так хорошо дышится. Прям. Я люблю, когда вот искупаешься. И прям так, как будто ты заново родился. Вот. И я еще хочу похвалиться. Мы на сайте. Вот. И я составила в клубе. Это семейного досуга. Моя мышка. Вот она. У меня беспроводная мышка. Мне сын подарил. Я ее всегда теряю. Вот. Сейчас я покажу. Я выписала, значит, книгу. Как увидела, давно хотела. Вот. Я выписала книгу «Дженейр» с Шарлотта Бронте. У меня была книга такая. Я ее увезла в подарок маме, когда ездила в отпуск. Вот. И, в общем, вот я сейчас снова увидела. Они, видимо, мало печатают. И, в общем, если вовремя не выпишешь, то книги кончаются. Заканчиваются. Вот. Вот. Еще я выписала вот эту книгу. Маруа. Письма незнакомки. Вот. Еще я выписала. Сейчас покажу. Это... А где страница? А, сейчас я перейду. Еще выписала одну книгу. Здесь хорошие книги такие. Это... Великий Гэтсби. О, вот. Милый друг. Ну, книги под... Вот по 310. Вот. По 231. По 317. Милый друг. Гидом Мопасса. Гидом Мопасса тоже надо будет выписать. Такие книги хорошие. Это зарубежная классика. Вот. И еще одну книгу я выписала. Сейчас перейду. Вот. Шекспир. Нет. Это по 432 рубля. Это другая. Я выписала по 310. Вот. Я выписала Шекспир. Но, видимо, книги... Видите, они все одинаково оформлены. Наверное, из одной какой-то серии они идут. Вот. Видите, Шекспир. Ромео и Чульетта. Отелло. Магбет. Вот. Видите, они оформлены все одинаково. Видимо, вот 310 рублей стоит. В общем, вот эти три книги я выписала наложенным платежом. Вот. Скоро они мне придут. Теперь я хочу... Это... Перехожу к другой теме, которая сейчас всех волнует. В общем, я что хочу сказать, показать. Что-то вот у меня тут вот эти мои перчики с баклажанчиками стоят. Ничего они мне не дают. Ни корешков. Ничего. Вроде я их и поливаю, не заливаю. Вы знаете, вот я... Которые у меня на окошке стоят. Я вам показывала в тот раз. Вот видите, тоже ничего нету. И что-то я решила посадить их в землю. Я вот сегодня не успела. Но завтра я обязательно их посажу. Потому что я вот... Которые у меня на окне садят. Я в тот раз вам показывала, как я сажала. Я все вообще не замачивала. Вот у меня рассада. Вот эти перчики вот все. Все вот я сажала. Вот они у меня уже, видите, вылазят. Я посадила в землю с сухими семечками. И вот они у меня, видите, все-все вот вылазят. У меня тут подсветка, сейчас пока я включила. На окошке холодно. Вот холодно, прям вот. Тепла такого нет как-то. Вот у меня перчик горький пошел. Вот уже первый настоящий листочек вот у него. Ничего, хорошо стоит. Вот веселенький такой, хорошенький перчик. Там вот еще, правда, не вылезло. Не знаю, вылезет. Нет, но посмотрим. А эти вот, смотрите, вот и вылазят потихонечку. Ничего я не замачивала. Прям в сухом виде посадила. И смотрите, как они быстро мне вылезли. Вот. Потом, значит, вот здесь я помидорки свои, которые у меня в теплице росли. Вот тоже уже, видите, вон. Вот. Вон видно, вот-вот, беленькие корешочки. Вот. Вот, вон они прям даже, вон, синие. Вон уже вылазят. У меня помидоры. Вот, я все в сухом виде сажала. Вон, видите, вылазят уже. Помидорки у меня вылазят. Но вот баклажанчиков еще нет. Вы знаете, я вот с перчиков убрала из пакеты. Потому что я когда утром открыла, видите, здесь такой конденсат. И когда я утром открыла, у меня там на чуваках вроде немного плисы. Вот, у меня баклажанчики, наверное, тоже скоро вылезут. Но пока баклажанчиков не видно. Их, по-моему, позже села. Ну, вам что-то там, вот, показывать. Надо вытопить, наверное, тоже, что это дело с целлофана. Потому что иначе очень сильный конденсат. Как бы они не загнили. Вот. И я, значит, пикировала свои гвоздики. Вот уже настоящие листики пошли. Вот они, листики настоящие. Вот. Вот такие стоят тонюхенькие. В общем, много погибло. Вот ряд почти нету ничего. Эти, не знаю, вот вроде бы стоят веселенькие. Вот. Не люблю так я вот с ними возиться. Я не знаю, как у людей получаются. Прям смотришь. Такие стоят веселенькие. Но это надо каждый год заниматься. Вот видите, вот они стоят. Тут уже настоящие листики. Вот прям смотришь у других. Прям. Такие. Ну вот. Вот я пикировала. Вот они у меня вот так вот. Ну я больше их не буду трогать. Я их просто... Они у меня вот немножко... Вот когда они потом чуть-чуть позже начнут толстеть, я их просто подсыплю земелькой. И все. И не буду я ничего их больше пересаживать, трогать. Вот так они у меня здесь будут сидеть. Вообще-то я хотела показать свои перчики, как они у меня вот дружненько всходят. Ну вот так вот. Вот у меня баклажаны еще нет. А вот помидорки вот позже всех вот сажал, смотрите. Уже вылазит. И хочу в этот... А вот петуния тоже не знаю. Чуть вот сидит она у меня вот тут вот. Может быть правда там девочки советовали землей подсыпать. Потом, что я хочу еще. Вы знаете, я сегодня когда пришла поливать, я думаю, что у меня этот вот... Ну герань, в общем. Что-то плохо оно у меня растет. Вот смотрите, я увидела, вот здесь вот как они сажали. Вот это какая-то пленочка, то ли что. Вот смотрите. Она они вот, наверное, вот... Даже вот смотрите, вот она у меня и в земле, и в воде. И она почему-то нет... Вот она же вообще-то по идее должна как-то разойтись или что. Я не знаю. Вы знаете, мне кажется, что корешки плохие. Там маленькие. И вот из-за этой пленочки. И она у меня поэтому плохо растет. Вот я хочу, знаете, что делать? Вот срезать. Тоже, наверное, завтра делаю. И это по черенке сделать, черенкование сделать. Мне кажется, вот то, что там вот это вот... Я вот только сегодня убитала. Почему я... Ну как горшочки было, я посадила. А вот как они маленькую сажали. И там вот такой вот... Вот такой кружочек вот этой самой пленки. И что-то там или она не дает ей расти, или что... Или вот взять, вытащить. Нет, я сначала, наверное, черенковать буду. Потом я, наверное, ее вытащу, этот корень. И вот эту пленочку постараюсь убрать. Вот мне кажется, она из-за этой вот пленочки вот так вот плохо у меня растет. А вон я в окошке. Всем привет! Вот. В общем, хочу попробовать. Надо почеренковать. Я ни разу не черенковала, но попробую. Вот у меня что осталось от гвоздичек. Вот. Наверное, придется ее уже вытянуть. Так вот, эта бумажка воткнула тут одна-две. Вот. Ну, вот так вот. Ой, ну вроде бы все рассказала. Еще вот, вы знаете, я вчера и позавчера, я что-то забыла, столько много за день происходит дел. В общем, позавчера, по-моему, я смотрела фильм зарубежный «Антон Чехов». Вы знаете, вот я сидела, смотрела фильм, и у меня вот, вы знаете, я даже потом после фильма, да, после фильма, открыла Википедию, там таких артистов подобрали в этом фильме. Я даже подумала, что у Чехова это, конечно, не хочу никого обидеть, там, нахуй, как уличок, но там все артисты подобрали. И я почему-то даже подумала, что у Чехова это, ну как, еврейская семья. Да, ну там действительно такие артисты все. И я даже потом в конце фильма открыла Википедию, стала читать, смотреть. И вообще там вот этот Лев Толстой, вообще, ну фильм вообще ужасный такой. Ну не могут они наши русские души, ну российские души снимать, ну пусть русские там. Вот, и это Лев Толстой, ну лицо вообще, они всегда такие вот хмурые, такие вот, ну как везде смотришь. А это и сам Чехов, значит, был на Сахалине, значит, весь больной, ну фильме он такой, значит, как ходит, улыбается, смеется. Ну, в общем, ужасно, мне этот фильм вообще не понравился, ну не умеют они снимать, ну, нет, тем более, вот Чехова сняли. Вообще фильм ужасный, мне не понравился. Не умеют, берутся, и сколько раз вот смотрела, чего они хотят этим показать, ну не знаю, ну в общем, мне лично он не понравился. Ну что, будем прощаться, высказалась, поболтала, как другая, это, как на другом канале одна женщина говорит, бла-бла-бла-бла-бла. Ой, у меня доча, мы так смеялись, значит, переводчик со звуком. И, значит, она сидела и просто прикалывалась, и, значит, и, значит, в телефон сидит и говорит, ну, перевод, значит, бла-бла-бла-бла. И там ей отвечают, бла-бла-бла-бла. Вы знаете, мы так угорали, сидели, вообще так смешно было. И вот как увижу, где написано бла-бла-бла, я все время смеюся. Ну ладно, всем пока-пока. Итак, у меня прошел сегодня день. Всем, как, завтра пятница. Хотела пожелать хороших выходных, когда дом сидишь, никуда не хочешь, все не путаются. Не знаешь, какой день, но завтра у нас пятница. Ну ладно, хорошего вам дня. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»